Всем привет! Обещал давным-давно показать некоторые упражнения, которые помогают нам бороться с респираторными заболеваниями и восстанавливаться после этих самых респираторных заболеваний, ну и, возможно, даже после ковид. Упражнения очень простые, дыхательная гимнастика, они бывают разные, некоторые показывают, рекомендуют сами врачи, пульмонологи, например. Есть очень хорошая гимнастика, которая помогает не только продышаться хорошенько, но и в то же самое время подготовить свой артикуляционный аппарат к работе, даже не то, что артикуляционный, а сам голос, свои связки к работе. Эта гимнастика сделана на основе, даже не на основе, это и есть дыхательная гимнастика Стрельниковой. Покажу вам несколько упражнений, небольшой комплекс, самый простой, пять упражнений, которые можно делать ежедневно, лучше всего делать их два раза в день, и хорошее настроение, как минимум, будет вас сопровождать на протяжении этого дня. Ну и, соответственно, вы насытите свой организм кислородом и подготовите свои связки, свой речевой аппарат к правильной работе. Так, давайте посмотрим, что для этого нужно. При каждом упражнении мы делаем вдох через нос, обязательно через нос. Выдох, в принципе, неважно, можно через рот, можно через нос. Я делаю через рот, потому что своим коротким таким легким выдохом я слегка прогреваю свои связки. То есть, он такой короткий выдох, еле слышный, почти не слышный. Каждый раз, когда мы дышим, мы помогаем своим телом делать этот добор. Первое упражнение называется «Ладошки». Ладошки перед собой, расслабляем все тело, делаем вдох диафрагмой, и на каждый вдох сжимаем ладошки, выдыхаем ртом. Очень важно обратить внимание на то, я недавно об этом узнал, что один из моих учеников сказал, я делаю упражнения, делаю эту гимнастику, и у меня потом пересыхает вся носоглотка, и связки начинают потихонечку сипеть. О чем это говорит? Это говорит о том, что ни в коем случае не надо делать такие резкие вдохи, чтобы прям травмировать свои связки и всю носоглотку пересушивать. Нет, короткий. Через диафрагму. Смотрите, как это работает. Диафрагма здесь, не низом живота. Окей. Попробуем первое упражнение сделать сидя. Это единственное упражнение, которое делается сидя, все остальные можно, не можно, а нужно делать стоя. Хотя и это первое упражнение тоже можно, нужно делать стоя. Так, чтобы не выпрыгивать из экрана. Смотрите. Восемь повторов на каждое упражнение. Восемь повторов, четыре подхода. Что это значит? Мы делаем восемь вдохов, секунда, две секунды отдыхаем, и потом еще раз четыре раза. Готовы? Начинаем первое упражнение. Поехали. Долгий рассказ. Долго запрягаю, дальше поедем. Это основные правила. Окей. Три, четыре. Поехали. Окей. Первый подход. Дальше. Отдохнули. Поехали дальше. Три, четыре. Хорошо. Половину уже выполнили. Дальше. Три, четыре. Поехали. Прекрасно. И последний раз. Хорошо. Первое упражнение выполнили. Называется оно... Ладошки согрели. Вот. Не знаю, как у вас. Видите, я уже улыбаюсь. У меня хорошее настроение. Следующее упражнение мы делаем стоя. Упражнение называется Погончики. Руки у нас на уровне живота. Ну, примерно так, на уровне диафрагмы. Все то же самое. Делаем вдох. Делаем небольшое упражнение. Упражнение такое. Бросаем руки вниз. Вдыхаем. Поднимаем. Работают только руки. То есть, если мы раньше работали только ладошками, теперь у нас подключаются еще и локти. Дальше будем усложнять. Восемь раз. Готовы? Первый подход. Три-четыре. Поехали. Отдыхаем. Две секунды. Поехали дальше. Хорошо. Выполнили. Дальше. Окей. И последний раз. Поехали. Прекрасно. Отдыхаем. Отдыхаем. Следующее упражнение называется насос. Усложняем. Здесь мы подключаем еще и тело. То есть, все то же самое, но слегка опускаемся вниз, как будто бы накачиваем насос. Не надо слишком сильно опускаться. Достаточно вот чуть-чуть. Чуть-чуть. Руки между, между бедрами и коленями. Чуть-чуть. То есть, отсюда тоже начинаем. Внизу распускаем наши ладошки. Тоже восемь раз. Четыре подхода. Готовы? Три-четыре. Поехали. Прекрасно. Слишком большой амплитуды при наклоне не должно быть, иначе будет напряжение на спину, на поясницу. Легонечко. Вот таким образом. Хорошо. Дальше. Едем еще разок. Прекрасно. Сделали половину. Наполовину накачали наш баллон. Едем дальше. Еще два раза. Отлично. Две-три секунды отдыхаем. Ну, кому-то нужно больше, чтобы восстановиться. И последний раз. Отлично. Это было три упражнения, которые я вам показал. Запомнили ли, да? Ладошки. Погончики. Насос. Усложняем. Следующее упражнение называется обнимашки. То есть, мы себя просто обнимаем. Каждый вдох. Слегка обнимаем. Не надо менять положение рук. Нет. В одном положении выбрали. Обнимаем точно так же по восемь раз. Готовы? Три-четыре. Поехали. Окей. Три секунды отдыхаем. Поехали. Хорошо. Полпути пройдено. Отдохнули. Едем дальше. Прекрасно. И последний раз. Поехали. Отлично. Это было четвертое упражнение. Теперь осталось последнее. Пятое называется маятник. То есть, тут мы соединяем насос и обнимашки. Тут чуть посложнее. Тут чуть посложнее. Давайте посмотрим, что у нас получается. Получается следующим образом. Опускаемся вниз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Это не полностью амплитуда одно упражнение. Каждый раз вдох, это одно упражнение. То есть, это считается как один повтор. То есть, восемь раз, то получается раз, два, три, четыре. Понимаете, да? Сейчас еще раз покажу, как это выглядит. Вдыхаем, выдыхаем. И таких восемь раз. Готовы? Три, четыре. Исходное положение. Поехали. Хорошо. Отдыхаем три секунды. Это был первый подход. Второй подход. Прекрасно. И последний раз. Отлично. Это был последний? Я уже запутался. Или предпоследний? Кажется, предпоследний. Сейчас последний. Поехали. Хорошо. Класс. Запоминаем. Это был полностью законченный комплекс упражнений. Первое. Ладошки. Второе. Погончики. Третье. Насос. Наклоняемся. Четвертое. Обнимашки. Вдыхаем. И пятое. Это маятник. Мы соединяем насос. И обнимашки. Вот таких вот вам нужно делать. Два раза в день к этот комплекс упражнений. По восемь раз. Если чувствуете, что вам хватает амплитуды и дыхания, то увеличиваем это до шестнадцати раз. Если тоже чувствуете, что вполне достаточно у вас амплитуды и можете работать дальше, можно увеличивать, прибавляя еще по восемь. Но не больше тридцати двух раз за одно упражнение. За один подход. Пишите в комментариях ваши ощущения, ваше настроение, как вы себя ощущаете. Особенно через неделю после начала использования этого комплекса упражнений. Как вы чувствуете себя, как работает ваше дыхание, как работает ваш голос и так далее. На этом все. Будьте здоровы, берегите себя. Да пребудет с вами Сила Голоса. Сила Голоса. Продолжение следует...